Мировые СМИ каждый день рассказывают истории о сильных духах людей. Россияне, к сожалению, редко попадают в поле зрения западных журналистов. А ведь в нашей стране есть много героев. Тех, кто с достоинством вышел из самых сложных жизненных ситуаций. С некоторыми из них познакомилась Елена Дружняева. Сорванный голос, сосредоточенные лица, борьба за мяч. Кажется, регби на колясках по накалу страстей зрелищнее любого хоккейного матча. Действительно, падать у Сергея получается профессионально. В прошлом он актер театра реконструкции военных действий. Однажды снаряд попал в шею. Мужчина пережил удар достойно. Стал спортсменом. А коляской теперь даже гордится. Каждая коляска в районе 300 тысяч выходит. Мне сейчас ребята предложили, для меня, если честно, вещь невероятную. Попробовать прокатиться на настоящей регбийной коляске. А как тормозить? Забыла! Об стенку. Об стенку. То, что игроки – люди позитивные, становится понятно с первых минут. Постоянно улыбаются и шутят. Причем сами над собой. Ты что, инвалид, да, мяч не можешь поймать или что? У тебя руки не оттуда растут, у него пальцы не функционируют. Ну, то есть, ну, как вот так, в порядке вещей. Капитан Валерий еще и примерный семьянин. Показывает в телефоне фото дочери и жены. С Аленой он познакомился, когда уже не мог ходить. Девушка сначала влюбилась, а потом заметила коляску. Мы вместе уже 4 года будут в январе 22-м. Тем временем тренер Анатолий откровенничает. Он устал от повышенного внимания. На улице ощущает себя как минимум Биланом. У тебя смотрят, знаешь, как такая вот дикая обезьянка из какого-то зоопарка. Дети там вообще останавливаются, пальцем показывают, а что это такое? Новый день, возможно, самый лучший для тебя. А эта девушка не то, что чувствует себя знаменитостью, она уже звезда. Узнают, да, не то слово, потому что даже в метро, я уже такой порой думаю, надо уже перезагрузить в метро. Известность к Юле пришла после одного телевизионного шоу. Девушка прямо на коляске выехала на сцену и начала петь. Теперь сам Филипп Киркоров стоит перед ней на коленях. Алла Пугачева от ее вокала начинает плакать. Сейчас Юля с продюсером обсуждают запись нового сингла. Александр Яковлев в коляске видит сценический образ, а в девушке огромное будущее. Юля все равно, собственно, в обоими труица, 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 труица. Из студии Юлю вывозит ее парень Алексей. Любимый еще и менеджер певицы, и личный повар. Что на ужин есть? Да, салатик можно сделать. В скором времени пара думает пожениться. Естественно, в перерывах между гастролями и фотосессиями. Восхитились невероятным талантом и силой воли героев сюжета Елена Дружняева, Дмитрий Гнатюк, Новости Пятницы.